Ребята, мы уже в эфире, оказывается! Давайте здороваться с нашими друзьями по ту сторону экрана! Привет! Здоровствуйте! А мы тут как раз решили встретиться перед Новым годом и поздравить друг друга. Ну что ж, давайте начнем. Ты первая. Ребята, желаю всем в Новом году счастья, здоровья, отличных отметок в школе и, конечно же, классных подарков от Деда Мороза. Я тоже желаю, что все получили подарки, о которых они давно мечтали. И я желаю хорошего настроения и побольше подарочков. Так что-то мы заладили об одном и том же, наболевшем. Да, на таком важном. Сколько разочарований мне пришлось перенести в этом смысле за свои 10 лет. Эх. Как я тебя понимаю! Ведь когда тебе дают не то, что ты хотел, это не совсем то. К сожалению, и Деду Морозу, и родителям в этом вопросе надо помочь. Чтобы все было то, надо предпринять мир. Так-так, что ты хочешь этим сказать? Ничего такого, просто поделюсь небольшим опытом. Мам, до Нового года три дня осталось, а я что-то волнуюсь. Угу. А что ж ты волнуешься? Не знаю. Вдруг Дед Мороз забудет про мой подарок. Ну что ты в самом деле? Как это не подарит? Обязательно подарит? Мам, ну я все равно волнуюсь. Вдруг он мне что-то не то подарит? Ну что ж ты в самом деле? Конечно, обязательно подарит то, что ты хочешь. Ты же написала письмо Деду Морозу? Да. Написала? Да. Ну, а что ж ты тогда волнуешься? Все нормально будет. Получишь ты свой подарок именно тот, который ты написала. Мам, ну все равно. Я что-то очень волнуюсь. Он как попадет в наш дом? У него даже ключей нету. Ну что ж ты в самом деле волнуешься? Да попадет он, все будет нормально. Так, подожди, я же совсем забыла тебе сказать. Он же в отпуске? Как в отпуске? Да, он в отпуске. И просил, между прочим, передать тебе вот тот самый подарок, который ты загадывала. Вот только вот если я за три дня до Нового года тебе его передам, разве ты не расстроишься? Конечно, не расстроюсь. Правда? Да. Ну тогда давай, ладно тогда. Вот тебе и твой подарок. Спасибо, мамочка. Алло, привет. Представляешь, у меня получилось с десятого вопроса. А у тебя даже с седьмого? Ого, надо Алине рассказать, пусть тоже попробует. Молодец, Диана. Неплохо сработано. Ага, и подарок получен, и все довольны, и дети, и родители. Кстати, ребята, а вы знали, что мы входим в среднестатистическое большинство? Оказывается, самые распространенные подарки, которые дети желают получить на Новый год, являются ноутбук, планшет или любой другой гаджет. Ну, то есть, как и мы. Да-да, я бы не отказался от Нового. А у меня планшет сломался. Для детей так важно, чтобы им приносили то, что они хотят. Но так бывает не всегда. Ой, да ладно, вот я тоже получил именно тот подарок, который хотел на Новый год. Правда, для этого пришлось включить свою смекалку и обаяние. Ну, рассказывай. Мама, я вот что подумал. Скоро это Новый год. Да, сыночек. И вы все равно собираетесь с папой покупать мне подарок. Ну, конечно. Я решил то, что в этом году я обойдусь без подарка. Особенно я не хочу эти наушники, которые мы видели недавно в магазине электроники. Да? Ну, я поняла тебя. Мама, ты же помнишь никаких наушников? Да помню я, помню. Хорошо. Мама, наушники? Наушники мне не нужны. Ты же это помнишь? Конечно помню, запомнила. Повтори, чтобы я был уверен. В этом году тебе подарок не нужен. Какой именно? Наушники. Правильно. Молодец. Сынок, а вот и твой подарок. Как неожиданно. Как ты догадалась. Спасибо тебе большое, мам. Ты самая лучшая. Ребята, а сами-то мы что будем дадить родителям и друзьям на Новый год? Как? Что? Подарки, сделанные своими руками. Ну, там, открытки, бумажные гирлянды. А я вот просто помогу маме убраться в доме. Она не раз говорила, что это бы был самый приятный от меня подарок. Ну, а я, наверное, достану деньги из своей копилки. За год учебы мои отметки принесли мне неплохие дивиденды. Почему бы на них не приобрести подарочки родителям? Да, напомню, нет ничего плохого в том, чтобы дарить какие-либо забавные мелочи. Но прежде чем пойти в очередной ларек и купить там керамического гнома с лицом, как будто он съел не свежий салат оливье, и подумай, тебе бы самой понравился такой подарок. Идеальный подарок – это вещь, которая действительно нужна, или которую хочется, но по каким-то причинам ее покупка откладывается. Например, зонтик. Лишний зонтик еще никому не мешал. Или санки. Ой, да это ты больше про себя, чем про родителей. Да, родителям, как и нам, важно получить то, о чем они давно мечтают. Я знаю, о чем они мечтают. И о чем же? О том, чтобы их дети были здоровыми, прилежными и хорошо учились. Ага, это работает. Проверено на себе. Мамочка, ты каждый день нам что-то готовишь. И всегда все очень вкусно. Давай сегодня я приготовлю нам завтрак. Ну что ты, дорогой, мне это только в радость. Нет-нет, давай я сам все приготовлю, а ты пока иди отдохни. Ну ладно. Хорошо. Договорились тогда. Сенок, что ты делаешь? Как что? Скоро же Новый год. Нужно что, в доме было чисто? А еще, как говорится, как встретишь Новый год, так и проведешь. Ну ты не отвлекайся, мама. Разговаривай дальше. А я пока тут закончу. Ну ладно. Ух ты, какая чистота. А как вкусно пахнет. Ты что, елку нарядил? Ты что, сам это все сделал? Ну конечно, сам. Я и с собакой погулял, и уроки сделал, и в магазин сходил. Все, лишь бы ты еще больше с работы не устал. Да ты ж мой золотой. Как же я горжусь тобой. Как хорошо, что ты у меня есть. Мы с папой долго думали, что тебе подарить на Новый год. Но так ничего и не придумали. Может, ты сам чего-то хочешь? Ну, даже не знаю. Вроде ничего такого и не надо. Разве что новый телефон. Ну, потому что мой уже сломался. Но если вы его не купите, я не расстроюсь. Ну да, думаю, что-нибудь придумаем. Сыночек, с Новым годом тебя! Ой, мама, спасибо большое. Это именно тот телефон, который я так хотел. Ну что ты мой золотой? Ты так хорошо себя вел, ты заслужил этот подарок. Спасибо. Неплохо у тебя получилось. Да, но с тех пор мне приходится во всем такую планку поддерживать. Мама, теперь знаешь, что я так могу. Ее не проведешь. Не, ну ребят, мамы тоже такие смекалистые бывают. На них порой никакие приемы не действуют. А ты сама-то что предпринимала, Салима? Ой, давненько это было. Ну ладно, слушайте. Мам, представь, что я сегодня в школе узнала. И что же? Ты же помнишь моего одноклассника Тиму? Ну да. В прошлом году родители мне подарили ему подарок на Новый год. И он после этого потерял пульт от телевизора. Случайно, конечно же. Мам, помнишь Зулю со двора нашего? Ну да. Ей в прошлый Новый год подарили монополию. А она хотела фарфоровую куклу. И что ты думаешь? И что же? Она сменила пароль от фай-фая на домашнем ротеле. Так, что родители не смогли войти в интернет аж три месяца. Пришлось мастера вызывать. Но это у него вышло совершенно случайно. Мам, ты же помнишь нашего отличника Сашу? Ну да, помню. Он же отлично учился. Ну прям как я. Угу, помню. Ему родители на прошлый Новый год подарили большую энциклопедию. А он хотел планшет. И что ты думаешь? Ну и что же, Саленька? Он так расстроился, что совсем забросил учебу. Ужас. Ну, это у него вышло совершенно случайно. Эх, а такой умный был. А теперь совсем двоечник. Пошел. Ой, мама, это же тот телефон, который я так хотела. Да, Салимочка, именно он. Но я, когда его покупала в магазине, я нечаянно на нем изменила пин-код. И забыла его. И никак не могу его разблокировать. Но ты не переживай. С кем мне случается? Я что-нибудь придумаю. Я же не специально. Забавная история, Салима. Мам, они такие. Их не проведешь. Ну, не знаю. А мне как-то под Новый год сон приснился. Жаль, что это был только сон. А ведь все так хорошо начиналось. Привет, мам. Привет, мой дорогой. А я тебя жду с нетерпением. Приготовила обед. Суп. Нет, конечно. Мой дорогой, сегодня у нас твоя любимая сгущенка. Шоколадные конфеты. Чипсы. А запивать все это мы будем годировкой. И все это можно съесть? И ты не будешь ругать меня? Нет, конечно. Все для тебя, мой дорогой. Кера. А давай посмотрим твой дневник. А мы с Нараза. А что случилось? Ну, я сегодня два по-русскому получил. Ничего страшного. С кем не бывает. Я тоже получала двойки. И что тут такого? Да кому нужны эти оценки? Ничего страшного. И ты на меня совсем не сердишься? Да ну что ты. Нет. Лучше возьми мой телефон и поиграй. Здорово, брат. Привет, брат. А что это ты принес? Как что? Подарки. Ого. А для кого столько подарков? Как для кого? Для тебя, конечно. Здесь все что-то загадывал на Новый год. Ого. Спасибо. А что тут такого? На. Что вообще происходит, а? Кера. 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 Вставай. А то опоздаешь в школу. Кстати, мы с братом решили подарить тебе на Новый год большую книгу. Чтоб ты побольше читал и меньше получал двоек. Вставай. А то опоздаешь в школу. А ведь все так хорошо начиналось. Знаете, ребята, мне кажется, что моя мама взговаривает с Дедом Морозом. Что? Как? Ну, я так подозреваю. Это невозможно. Ведь Дед Мороз такой недоступный. И вряд ли он знаком с твоей мамой. Да нет же, говорю же. У меня есть основания так полагать. Какие основания? Я слышала, как моя мама по телефону говорила с Дедом Морозом о моем подарке. Доченька. Ой, мам, привет. Привет. Мамуля, ну что так, ты все купила? Да, все, как ты просила. И молоко, и печенье? Да, только я не пойму, зачем тебе это. Ну как же, скоро же Новый год, к нам придет Дед Мороз. Ты, наверное, путаешь Дед Мороз и Санта-Клаус. Это сладости любит Санта-Клаус. Мам, ну разве есть разница? Ты что, не знаешь, что Дед Мороз тоже любит печенье? Тоже верно. Делай, как хочешь. Что ты делаешь? Пишу письмо Деду Морозу. Я должна убедиться, что он подарит мне имя на то, что я хочу. Ну и как, готово? Да, почти. Вот, готово. Давай мне, я завтра буду идти на работу и отправлю Дед Мороз по пути. Точно? Не потеряешь? Нет, конечно, милая, как не потерять? Ну что, все приготовила? Да, думаю, Дедушке Морозу понравится. Давай все оставим так, чтобы ему было легко найти угощение, а ты пойдешь спать. Хорошо, я, пожалуй, лягу порадше, чтобы поскорее увидеть свой подарок. Алло, Дед Мороз, миссия выполнена. Я положила подарок под елку и выпила молоко. Все, как ты просил. Да, счастливо. Ура, все съедено! Вот видишь, сработало. Я же говорила, что Деду Морозу тоже нравятся угощения. Да, доченька, ты была права. Хорошая была идея. Ой, ребята, как хорошо то, что мы сегодня все собрались. Столько историй услышали, по ним можно составлять план по захвату новогодних подарков. Это точно. Ребята, вы нам обязательно напишите после праздников, как отметили Новый год и какие подарки получили. И использовали старые дедовские методы для получения желаемых подарков, которые мы выше рассказали. А я предлагаю сейчас нам устроить небольшую игру. Кто знает больше интересных фактов о новогодних торжествах? Ну что, сразимся на эрудицию? Ну что, отличная идея. Я таки что-то знаю. Ну давайте, играем все. Да, давайте. Да. Да. Самая большая искусственная новогодняя елка была установлена в Рио-де-Жанейро. Ее высота 76 метров. По-моему, их давно переплюнули мексиканцы. В 2009 году их елка составляла 110 метров в высоту и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Интересно, кто побьет этот рекорд в этом году. Традиция новогодних фейерверков пошла из Азии, где издавна сложилось убеждение, что громкий шум и гам отпугивает злых духов. Для духов этот шум и гам ужасно, а для людей прекрасно. Самый популярный новогодний фильм у россиян – это фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром? Уверена, моя бабушка опять его будет смотреть». Еще один любопытный факт. Итальянцы выкидывают старье из окон в новогоднюю ночь и верят, что чем больше убудет старых вещей из дома, тем больше прибудет в новом году. Представьте себе, в старинного на Руси Новый год отмечался весной. Трудно поверить сейчас, но это чистая правда. С 10 по 15 век смена года у древних славян была 1 марта. Затем Новый год сместился в осень, и его стали отмечать 1 сентября. В современные новогодние порядки навел Петр I. Согласно указу, от 1699 года, приход нового года стал отмечаться 1 января. А вы знаете, когда зажиглась первая елочная электрическая гирлянда? В позапрошлом веке, в 1895 году. Это случилось в Америке перед Белым домом. Вообще, есть еще один интересный факт, о котором еще почти никто не знает. Когда была создана первая новогодняя открытка? А создана она была в 19 веке, то есть в 1843 году. Это была новогодняя открытка, напечатанная в лондонской типографии. Вот еще один интересный факт. Мы с вами привыкли искать подарки под новогодней елкой, а вот немецкие детишки ищут их в другом месте. Угадайте где? Под елкой? Нет. На диване? Нет. На улице? Нет. На самом деле, они их находят на подоконнике. Именно там оставляют подарки немецкой Санта-Клаус. А вы знаете, когда в Древнем Египте отмечали Новый год? В день разлива реки Нил. Обычно это происходило в начале лета. Нил была их житница. А теперь про новогодние приметы. На Руси верили, что Новый год нужно встречать в новой одежде. И за щедро накрытым столом, чтобы не голодать и не нуждаться в будущем. А также нельзя было выполнять тяжелую работу. Иначе не разогнуть спины в следующие 12 месяцев. Мы все про Деда Мороза говорим. А у него есть помощница Снегурочка. А вы знаете, откуда она родом? В селе Щелоково в Канцовской области, где жил и творил автор пьесы Снегурочка Островский. Ну и напомним, где родился сам Дед Мороз. Наверное, это всем известно. В Великом Устике. День рождения он празднует 18 ноября. Именно в это время в Великом Устике начинаются холода и морозы. Новогодний хит «В лесу родилась елочка» появился в 1905 году, когда к уже существовавшим стихам Раисы Кудашевой была написана музыка композитором Леонидом Бекманом. А давайте споем куплет из этой песни. Да, 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 конечно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Метель ей пела песенку, спи елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Ой, ребята, мы так круто вместе поем, но я знаю то, что у Айны есть любимая песенка. Кстати, тоже новогодняя. Правда? Айна, мы ждем твою песню. Ну так и быть. Замела метелица город мой, По дорогам стелится пеленой, Радятся морозы ей еще как, И румянец розовый на щеках. А где мы не спрятаться, не сбежать, Значит, будем елочку наряжать. Апельсины, яблоки, ананас, Прячем потихонечку про запас. Новый год, Новый год, Елка, шарики, клопушки. Новый год, Новый год, Дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, Всем подарки под подушкой отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Хитро улыбается Дед Мороз. Что ж он приготовил нам под вопрос? Загадай желание, сладко спи, И получишь новенький ПСП. Новый год, Новый год, Елка, шарики, клопушки. Новый год, Новый год, Дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, Всем подарки под подушкой отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Новый год, Новый год, Новый год, Елка, шарики, клопушки. Новый год, Новый год, Дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, Всем подарки под подушкой отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Новый год, Новый год, Елка, шарики, клопушки. Новый год, Новый год, Дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, Всем подарки под подушкой отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Отпускать Новый год, Никуда мы не хотим. Ребята, чем вы любите лакомиться на Новый год? Что ваша мама готовит? Моя мама готовит национальную кухню, хачанэ и салаты разные. А мы с мамой готовим медовый тортик. Он такой необычно вкусный, когда приготовлен дома с любовью. А мы запекаем утку или гуся с яблоками. Он тоже пальчики оближешь. Ну а я люблю салат гранатовый браслет. Он и красивый, и вкусный. А я люблю, когда на столе много конфет и фруктов. Да, а особенно мандарин. Ну какой же Новый год без таких ярко-желто-оранжевых кругляшков? А я встречаю зеленый и красный мандарин. Представляете? Мне удивительно, ведь у мандарина более 50 сортов. Они разные на вкус, на цвет и форму. Есть даже декоративные мандарины. Кстати, а вы знаете, что родина мандаринов – это Китай? Существует легенда, что свое название они получили в честь китайских чиновников – мандаринов. Долгое время цитрус выращивался только в садах этих почтенных людей. Другая версия утверждает, что это растение и его плод получило свое название от острова Маврикий в Индийском океане. Кстати, этот остров раньше назывался мандарин. Существует несколько версий образования слова мандарин. По одной из них это слово заимствовано из испанского языка – семондар, что означает «легко очищаться». Что указывает на свойства кожуры плода, легко отделяется от ее мякоти. Самое главное, что мандарин очень полезен зимой. В нем содержится очень много витаминов. Ну что ж, будем лечиться. Новый год на носу! Сказки хочется! А чем тебе не сказка? Зимние школьные каникулы, вкусняшек, много дома. Можно дома сидеть, никуда не ходить, только веселиться. Да, это все так, но чего-то не хватает. Кто это? О, здравствуйте, дети! Здравствуйте, дедушка Мороз! А здесь точно телевидение? Это Архиз-24? Да! Мне здесь сказали самые хорошие детки, и прилежные ученики, и красавицы, и вообще умницы. Это здесь точно? Но это очень на нас похоже. Ну, если это вы, то давайте тогда знакомиться. Меня зовут дедушка Мороз, а вас как? Меня зовут Салима. Меня Анир. Меня Патима. Меня Мария. Руслан. Айна. Дина. Керан. Скоро Новый год. Вам наверняка пришло очень много писем о детей. Как вы до нашего-то добрались? Сколько в день писем вы успеваете прочитать? Деточка, писем очень много. Настоящее море, океан писем. Я их уже и не считаю, но читаю. Каждое письмо я читаю, потому что каждое письмо для дедушки Мороза очень важно. И в этих письмах бывают просьбы. А просьбы разные бывают. Кто-то просит игрушку, а кто-то пишет такое, после которого ты читаешь, и у тебя на сердце тепло. Когда детки просят что-то хорошее, особенно для своих друзей, для своих родителей, дедушку Морозу это очень нравится. И он счастлив получать такие письма. Ведь даже одна небольшая просьба, выполненная от души, написанная ребенком от души, выполненная Дедом Морозом, она может сделать человека счастливым. А праздник-то у нас для чего? Для счастья. Что вы делаете, если ребенок просит что-то нереальное в письме? Нереальных просьб не бывает. На то я и Дедушка Мороз, добрый волшебник. Просто бывает, что детки иногда пишут и желают то, чего еще сами не понимают. А я, как добрый волшебник, должен им помочь. Я не должен им дарить то, что может им навредить или навредить кому-то. Поэтому иногда бывает, что мои подарки неожиданны. А о чем вы сами мечтаете, Дедушка Мороз? Главная мечта Дедушки Мороза, это чтобы все дети и все люди на земле понимали друг друга. Ведь иногда бывает, что ты говоришь, а тебя не слушают. Либо слушают, но не слышат. Говорить друг с другом мы научились. А вот понимать друг друга не всегда. И Дедушка Мороз хочет, чтобы вы друг друга понимали. Ведь когда человека не понимают, отсюда возникает все плохое. Болезни, зависти, ссоры. А я не хочу. Я хочу, чтобы в этом мире всегда была доброта. И поэтому я хочу, чтобы вы понимали друг друга. А вы можете дать совет? Как отличить настоящего Деда Мороза от поддельного? Сердцем, деточка моя, сердцем нужно отличать настоящего от поддельного. Спасибо, Дедушка Мороз, что пришли к нам в этот загруженный для вас вечер. Ой, да не за что. Да и пришел-то я не с пустыми руками. У меня есть чем вас порадовать. Спасибо, Дедушка Мороза от поддельного. Спасибо, Дедушка Мороз. А чем мы вас можем отблагодарить? Что вы хотите в качестве подарка? Дети мои, я устал с дороги. Я бы сейчас не отказался к какой-нибудь веселой новогодней песне, чтобы и настроение поднять, и, может быть, танцевать. Ой, точно, у нас есть такая новогодняя песня. Давайте ее споем вместе. Давай, давайте. Давай. Давай. За окном снежинки водят хоровод. Вспыхнет вверх-вверх над небесами. Мы с тобой запомним этот Новый Год. Навсегда останется он с нами. Забрались родные за большим столом. И горят рождественские свечи. Все свои заботы мы оставим на потом. Мы так долго ждали этой встречи. С Новым Годом Черкес, с Новым Годом страна, Зажигай и встречай красиво. С Новым Другом пора громко крикнуть «Ура!» С Новым Годом, моя Россия! С Новым Годом, моя Россия! Дед Мороз приносит новые мечты, Наполняя воздух чудесами. Все у нас исполнится, знаем я и ты. Новый Год придет, он будет с нами. С Новым Годом, Черкес! С Новым Годом страна, зажигай и встречай красиво. С Новым Другом пора громко крикнуть «Ура!» С Новым Годом, моя Россия! С Новым Годом, моя Россия! С Новым Годом, моя Россия! Ребята, желаем вам в Новом Году только радостных событий. Чтобы всегда радовали своих родителей и никогда не болели. Чтобы вам всегда дарили именно то, о чем вы мечтаете. Ну и вы не забывали быть благодарными и воспитанными детьми. Чтобы учеба приносила радость и хорошие отметки в школе.